Продолжение следует... 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 Продуктор является здравоохранением, сохранением здоровья, а не лечением. Потому что есть известный инвент, который вы знаете, который об этом, когда отец говорит сыну, кем ты хочешь стать? Он говорит, хочу стать хирургом. Это как дурак. Надо стать дерматологом. Твои больные никогда не вылезут, никогда не умрут. И зависит от того, будет хорошо. Но как это было в Китае раньше, а может сейчас, в деревне. Значит, врач брал с каждой семьи по яйцу, если там в семье никто не болел. Если кто-то болел, соответственно, он яйцо не брал. Какая у него мотивация в этом случае? Что все были здоровы. Значит, так устроено много договора на обслуживание оборудования. Потому что, к примеру, ваше оборудование привоз к сервису. Это компьютер. И кто-то его обслуживает. Вам же не нужно, чтобы вы все время обслуживались, а у вас, наверное, забрали много денег. Вам нужно, чтобы оно работало. То есть, если вы смотрите договоры о бизнесе на обслуживание оборудования, не важно какого, может быть, большого индустриарного или компьютеров, то они построены по тому же принципу. То есть, вы платите за работу, а не за неработку. Ну, могут быть еще штрафы, в зависимости от того, насколько это важно, что непрерывность была, сохранена работа. И такая примерная модель есть и в здравоохранении. Ну, в очень-очень упрощенной форме. Это то, что называется HMO, Health Management Organization, или такие, ну, это такие кооперативы пациентов, которые нанимают врача, и платят для него не в зависимости от болезни, а платят в зависимости от того, насколько они. Пациентам дают людей не какую сумму, и эта сумма, если, чем меньше тратится на право лечения, тем больше остается врач. Адератива, то есть вам нужно создать ситуацию, когда кто-то заинтересован в том, чтобы вы не болели. Это может быть непосредственно врач, но это такая маленькая модель. Хотя, иногда населят больших размеров, больших масштабов. Либо это страхование. То есть вы страхуетесь, вы платите страховщику какую-то сумму, чем меньше вы болеете, чем меньше расходуется на ваше лечение, тем страховщику выгоднее у него остается, тем больше денег. Очень простая, понятная, вроде, на зал 2D. И многие страны пошли по этому груди. То есть там государственная больница, государственная страховая система. Но есть проблемы, естественно. И проблема заключается в том, что система такая не может быть устойчивость. Потому что больной, который наверху красный, это частное лицо. Он будет действовать все время в своем интересе. Он будет стараться оптимизировать выгоду от любой схемы. Если у вас и страховая схема, то есть страховая абонентная простота, и больница государственная, то понятно, к чему это может привести. То есть больные фактически разорят страховую схему, разорят больницу. То есть они будут стараться всякими способами, дачи взяток, обманом и так далее. Стараться максимизировать свой результат и минимизировать результат двух остальных игроков. Если сделать... То есть больным всегда будет частное лицо. Хотя есть случаи, когда корпорации платят за лечения больных, то это еще больше деятельности. Значит, если страховую абонент сделать частное, и клиент, конечно, частное лицо, то эта система, она с неизменностью приведет к истощению государственных больниц. То есть они будут стараться максимизировать свою угоду за счет государственных больниц. Во многих странах с этим борются, со структур очень сложного регулирования, которое не всегда, намного редко дают результаты. Значит, точно так же, если у вас будет государственная схема, схема страхования больницы будет частная, система опять будет неустойчивой, потому что государственная система страхования будет все время из нее вытекать деньги. Я хотел бы сделать небольшое отступление и сказать, что любая государственная система финансирования здравоохранения, она содержит в своем, в своем начале, противоречия. Дело не в том, что вы, наверное, интересен социалист. Противоречие заключается в том, что, в принципе, лечение какого-то человека конкретного, оно может стоить любого количества денег. Потому что вас можно лечить в очень хороших условиях, вас можно лечить очень дорогие препараты, вас могут лечить очень дорогие врачи, вас можно, в принципе, 50 раз набрать разные анализы. А тем более, если вы тяжело больный, то, в принципе, я могу, там, особо не облегаясь, придумать, как лечить человека, чтобы тяжело больного. Хотелось бы несколько миллионов долларов, в итоге он все равно погибнет. Это означает, что государство не может позволить себе, чтобы каждый больной или некоторый больной обходили чудовищу в сторону. Современные технологии позволяют принимать жизнь любого тяжелого больного, ну, если не ограничено, но очень долго. То есть можно человек, который ничего не работает, сердце не работает, почка не работает, лёгка не работает, сердце не работает, печень не работает, можно его подключить к искусственным почкам, сердцу, плёнке и так далее. И его организм там будет изображать жизнь. И это будет обходиться там несколько, много десятков, 10 долларов в сутки. Поэтому любая система здравоохранения, она должна поступать цинично. Она должна говорить, что приятно, ну, вот, столько денег потратить на кого-то не может. Поэтому все эти сладкие истории, это, кстати, да, такие язвительные вопросы. А что, если человеку не хватило 50 тысяч долларов на лечении 5 тысяч или 500 тысяч, они либо от несознания, либо от вранья. И, например, вот, скупаться, когда у вас схема страхования государственная, а больной, больной, понятное дело, частное лицо, и больница частная, или больница государственная фактически, она частная, потому что управляется, финансово потом управляется пользой каких-то лиц, то они, конечно, могут разорить любую страховую схему. У нас были случаи, например, в Грузии, когда была попытка, мы еще ее, так на умом, не убили полностью, что была государственная страховая схема, что там лечение больного, который умер, обходило 150 тысяч, примерно. То есть, если он выздоровел, то еще был бы так, какой-то раздавал, то 50 тысяч, то жизнь человеческая ценно, бесценную сохранилась. Ну, он еще к тому же и умер. Ну, и при расследовании оказалось, конечно, что там на него была потратена часть этой схемы, а остальная часть была списана на него. Вот. Поэтому единственная устойчивая схема, мне это условие необходимое для устойчивых схем, и достаточно, это когда все три игрока, они частные. Тогда их интересы взаимоправновешены, более-менее. По-разному, каждый из них совершает свою интересную пользу себя, и в итоге получается продукт, который называется, может, с большей, большей, правдой можно назвать сохранение здоровья, а не лечение. Да, вот такой, да, в церкви часто. Но любая система здравоохранения, даже вот эта система, а тем более, когда у вас она неустойчива, они, там есть масса вопросов. Например, возьмем самый простой вопрос, на который, ну, попробуем сейчас ответить, если с вами. А вот государственная система здравоохранения, которая была в Советском Союзе, или квази-государственная база частная, наверное, там, которая сейчас в России, или, там, на Украине. Бесплатное лечение, как таковое, оно, кому больше полезно? Бедным, богатым, или среднему классу? Бедным. Да? Бедным. Кому? Бедному. Обосходимся. А, ну... Да, теперь возьмите предоходное обосходиться. Ну, ну, а тем, первым, что, что, ну, во-первых, как бы образовываться, ну, независимо от своего положения, к себе получать, ну, а тем, как служба. Ну, а то, что что? Ну, независимо от того, как бы то, что в советское время, независимо от своих возможностей, от своего положения, ну, те, получали, как, без искомслуживая, а, ну, белая, ну, самая неучая, которая, меньше всего, могли бы получить в случае с платформом, здравоохранением, ну, получали его. Вот еще, как бы, что это такое, вот то, что, например, а неудшать можно, ну, как специально заплатить на здоровье, по суточной пожаре. Я не разумею, просто, да, а неудшусь, а неудшусь, шумно, к сожалению, прохладно, но слушай только. Ну, а кто согласен, с этой точки зрения, прошу поднять руку, что бедные, они являются милициарами бесплатного здравоохранения. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. По жизни, конечно, по бумагам, по бумагам все являются милициарами, по жизни, да, а кто считает, что это не так, что бедные не являются милициарами, так, ну, вот, по этому виду. Да, Иванов, ну, я знаю, как бы сказал сказать, давайте. Я полагаю, что бедные бесплатного здравоохранения выруют богатых, поскольку, в любом случае, они получают доступ к услуге из-за наличия специфического свойства, у них деньги есть, но эта услуга получается для них индивидуальной, наиболее качественной, и так они отличаются от других сообществ. Так, еще кто-то хочет добавить? Так, вас не убедили, я надеюсь. Или убедили? Пожалуйста. Мне вообще кажется, что бесплатного образования в смысле этого правоохранения, от бесплатного здравоохранения мало кто получает какой-то реальный вынужден, потому что люди, даже не имеющие какие-то великие доходы, в принципе, при какой-то серьезной болезни всегда обращаются к квалифицированным врачам, которые требуют, опять же, ну, денежных выливаний. Пожалуйста. Знаете, я думаю, здесь ответ очевиден, очевиден, выигрывают все, потому что медицина бесплатная. Бесплатный, кто-то? если следить о качестве, то, конечно, лучше лавровом лагере, потому что каждая могла для себя университет. То есть вы считаете, что, к примеру, бабушка, пенсионерка, которая живет где-нибудь в 100 километрах от Курч-Пута, она имеет университетовый город, она имеет такой же доступ к здравоохранению, как сотрудник Министерства финансов, живущий в Москве. Засловно, не имеет. А вы как считаете? Вы сказали, что они имеют знакового доступа? Нет, что выигрывают, потому что человеку. Нет, подождите. Так, бедные чиновники выигрывают, бедные выигрывают, или человек? мы тоже не работаем, я же на консайшую эксплуатацию. Что? Я же на консайшую эксплуатацию, выигрывают 5, а вот в 2-й ситуации, как сейчас в России, проигрывают, только отмечивают. Подождите, а как? Хорошо, а на ремонт обеспечить всем радовому сбору публицизского услуга. Я считаю, что выходит у вас, это неправильно. Нет, неправильно я не могу, пожалуйста. Можно? Ну, я считаю, что в случае, если мы будем брать ЦСССР, например, государственного здравоохранения в области, то в данном случае выигрывают те, кто ближе находится к власти, поскольку здесь и рыночный механизм, оказать без дата, вы заметили, нельзя, когда ставят себя абсолютно равный доступ. Но здесь качественный медицинский суд определяется не на ничьи механизм, не на ничьи механизм. А если это не Советский Советский Союз, а Канада? Ну вот, к сожалению, просто я не знаком, ситуация с Канадем, но вот понятно, да, Советский Союз и ведомственные полиции. Ну, то есть, кому-нибудь что ли нет, на самом деле? Со всем. Здравоохранение государственное? любезхватное. Кому-нибудь что ли нет, я приеду? Пожалуйста. Я добавлю, международно, что, которое показалось, по крайней мере, в России система налогообложения, за счет которой финансируется страховая часть медицины, является регрессивной. Ну, это даже, даже забудем про это. Потому что, на самом деле, вам же бюджет всегда на кого-то бандирует. Пойлась. Я просто хотела добавить, что в реале, на самом деле, действительно выгодят богатые люди, потому что большинство этих людей, они идут конкретному врачу, и они знают, какой врач хорошо оказывает услуги. Это платная или бюджетная больница? Это не важно. Просто они знают, действительно, где хорошие люди. Я с вами согласен. Я хотел сказать, что всем обратился, что вот там мы сказали в хазе, вот на самом деле. Если вы хотите что-то обсуждать, а что еще на самом деле? Почему обсуждать все, что на бумагах? На бумагах, кстати, ничего нет. Бумага, она челюлеза просто. И все. На самом деле, как, конечно, я спрашивал, как и на самом деле. И вот первый ряд весь, поминь, он говорит, что выигрывают бедные от бесплатных здравоохранителей. на самом деле выигрывают, вы имеете на нем, да? И на бумагу выигрывают, а на самом деле выигрывают больные. Вот. При этом, вот, Харик, какова вероятность того, что рабочий совхоз Ленинский путь из Минусинского района Красноярского края дойдет в своей жизни до компьютерных автомографов. Пожалуйста, оцените вероятность. Туга. А вот при этом символом свободного груди. Ну, расскажите, как там Ленинский стомограмм. Я знаю, что очень много людей, есть показания, как отсылать в центру Москву на лечение, но для этого дали нам какие-то административные ходить, на самом деле, рабочий совхоз Ленинский путь Минусинского района Красноярского края. Вы представляете, глобус. Да. Я знаю, что в Мире Красноярске. Да. Это на юге Красноярске. Вот он, что попадет в московский как будто антонограф. А почему нас, кстати, это ссылают? Потому что эффективно с точки зрения большого государства иметь в одном центре качественные услуги и привозить туда людей, нежели создавать в мелких городах очень дорогой оборудов. Нет, ну, в мелких городах типа... Какие в мелких городах? Ну, в деревне Пинусинской да. А почему вас надо везти? Это 7 тысяч километров, наверное. Здесь уже включается, наверное, эффективность всего управления веществом. Ну, вы говорите. Не верится. Да, уверится. Я не защищаю бесплатные. Нет, нет, нет. Вы должны доказать, что бедным от нее польза. Более того, если мужественные поступки будут доказать, что бедным от нее больше пользы, чем другие. Я могу тебе помогать отставать. Почему бедным от нее польза? На самом деле только. Потому что если человек платит взятку, бедный человек как может взятку заплатить? У него денег нет. Да? Он болен. У него нет денег и нет родственников для простоты. Пуртик, так бобро. Значит, мне просто кажется, что здесь ей нужно разделить медицинские услуги на очень дорогие и на среднего уровня и не очень дорогие. В этом смысле, скорее всего, очень бедный никогда даже при бесплатной медицине не доберется до очень дорогих медицинских услуг. Но тем не менее на нижний и средний уровень он вполне может расчистить. То есть йодом намазать всего могут быть платно? Да. Иногда это очень важно. Но йодом намазать всего он может и себя в общем-то? Ну, простой пример на какие-нибудь травмопункты, где там люди там ногу сломали или руку или еще что-нибудь. Если брать платную операцию, то это очень дорого. Ну, просто конкретно там знакомый конкретный пример. Бесплатная медицина очень часто в этом случае просто помогает. Красно. Следующий. Вся группа молодых социалистов может участвовать в группе. Я хочу сказать, что выигрывает племя не потому, что... Больше. Да, больше. Почему? Потому что он может получить бесплатную консультацию в частной клинике. Она, например, стоит 80-100 долларов данная консультация. И не подожди. Я сказал про частную клинику, что-то. Я сказал, что частная клиника. Я спросил, почему бесплатное здравоохранение помогает бедным, а частная клинику, а частная клиника, а может частная клиника бесплатно предоставляет. Бесплатное здравоохранение, оно должно быть для бедных лучше. Частная клиника, и причем. Да? Бесплатное здравоохранение, Во-первых, бесплатное здравоохранение, почему надо быть бедных лучше? Потому что, а, бесплатное здравоохранение не может оказывать услуги высокого уровня, высокого качества, а бедные никак не смогут их угрожать. Но консультацию получить у врача бесплатно не смогут. Просто там, в случае. Желаю, любитель. Он получил то, что я все врачи, что он попрят через неделю. Спасибо. А с другой стороны? Я просто мы про здоровье говорим, про сохранение здоровья. А не про отдельные элементы, типа, попасть за йодом, получите консультацию. Давайте, как бедные, как медные лучше. Не убедительно. Будет убедительно, мы захопыли все равно. Хорошо? Давайте. Убедительно давайте. богатые в любом случае могут обладить себе учения при бедные, хотя бы при государственной системе. Подожди, еще раз, еще раз, еще раз. Я слово не сказал про государственную систему, слово не сказал про частную систему. Я сказал, бесплатное здравоохранение. Если здравоохранение бесплатное, кому от этого выгодно? Бедно, средним или богато? Хорошо. Выгодно бедным, а богатым выгодно так же, бесплатно. Потому что они тоже с этого получают, они не тратят на медицину, если вы уголовите. А кто больше не получает? А вообще, не абстрактная ситуация, бесплатная... Нет, 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 не абстрактная ситуация, а реальная ситуация. На самом деле, кто получает больше от бесплатного взрываохранения, бедные или богатые? На этот вопрос, вы все другое заметили, что бедные получают больше. Вы должны доказать. Иначе вы будете опозорены. Потому что в другом случае не могут. Не надо, в другом случае. Будьте расскажем, когда не могут. Что вы там за другой случай? Вы за себя отвечаете. Могут или не могут? Так, девушка хотела бы... Как вам? Дайте мне. Я думаю, бедных получают меньше этой плотности, которая происходит в медицинском санкновении. Происходит 18 бедных, потому что, возможно, стоимость полиса одинаковая, и для бедного жителя региона, и для жителя Москвы и богатого. И получается, что процент в соотношении бедных, которые в другом регионе, в деревне, могут получить меньшее количество услуг, реальных, за те же деньги, за которые у нас пользуются в пользу. Что и богатый человек в Москве. Да. Сейчас. Да, да. В очередь, там вот в конце. Я хотел просто передачу сказать, как бедные получают услуги при бесплатности за народный он ничего не платит, никакие налоги не платят. Мы возьмем, что у нас бедный пенсионер. Вот, например, налоги не платят. Это ложь. Нет, у нас в Беларуси пенсия налоги не платит. Нет, это ложь. И в Беларуси продукты не покупают, да? Ну, косвенные платят, или мини платят. А что, после налога это и деньги? Ну, он платит, скажем, он платит меньше налоги. Меньше, чем кто? Чем богатый. Нет, это ложь. Он платит, богатый платит меньше налогов. Потому что богатый еще изберегает, а бедный расход и рисует свой доход. Вот как у него есть доход, на все НДС ему платит. А богатый, он потратил треть своего дохода, а две трети сохранил, соответственно, он потратил налогом НДС только с одной трети своего дохода. Поэтому бедный, он облавляется жестче всех, конечно. Относительное величие, да, абсолютно нет. Ну, абсолютно у него денег нет, чтобы только замолкать. Это я не имею, но пользуется системой бесплатно-здоровой экономики. Что? Ну, не знаю, пользуется или нет, поэтому долго сказать. пользуется. Не-не-не, не надо не понимать, как на самом деле вы скажете. Пользуется, я в этом уверен, реально. Что касается богатого? Крупная компания, особенно вот в Москве, у меня есть друзья, и мне рассказывают, как это работает. Все платят, естественно, налоги, да? И косвенные, и прямые. Причем прямые, если работают честно, платят довольно много. Вот. Нет, конкретно на смех, нет, потому что Юра был прав, нам реквессивная шкала нового наложения в России, поэтому они платят 2,4%. Платят, платят Юра. 2,4% после прямой налоги с доходом физических лиц, получающих большую зарплату. А не 9? Нет, простите, не 13? Нет, 13-я нижняя граница. Для объекта 13-я нет. 20-я деталь, в общем, платят. Нет, ну как это, жизнь состоит из детали, понимаете? Если вам есть натрий-флор, дайкс, натрий-цианид, то вы отравитесь, если натрий-флор будет соленый просто. Деталь, мелкая деталь. Вот. Там флора, так. Но тем не менее, что я хочу сказать важно, они вообще не пользуются системой мутиплазного доступного обеспечения. Например, человек работает в крупной корпорации, и у него есть строговка, которая, соцпагетка, которая предоставает ему корпорацию, в эту строговку входят клиника, все врачи, есть и большая компания, это целая больница. Вот. Но вы вообще никогда не пойдете пользоваться бесплатной системой. Что получается? Забудьте про государственную систему. Вот вы все время пытаетесь противопоставить частную систему и государственную. Но мы не про это говорим, но и про бесплатную систему здравоохранения. Вот в Беларуси. И у вас такой, а вы на такой. В Беларуси бедные пользуются, а в Москве богатые не пользуются. Это неправильно. Есть в Беларуси тоже крупные компании, которые обеспечивают тезпрофекты, таким образом богатые пользуются частной системой. А бесплатные системы в Беларуси просто не бывает, потому что платить кто-то должен. А в Беларуси не страшно, не частно. Бесплатная система называется система, когда платит кто-то другой. То есть ты не влияешь на эту оплату никак. Можно за все платить Дед Мороз. Но не так. Бесплатная. Она может быть частной системой, где Дед Мороз говорит вы лечите людей а я буду вам платить. Какая разница? Вопрос бесплатная. То есть когда я являюсь человеком, который определяет и сколько заплатить. Да, пожалуйста. Не бывает бесплатно. Нет, она называется для меня бесплатная. То есть я вам пользуюсь услугой независимо объем от этих услуг. Для меня ничего не значит. Потому что я со своими нормами оплачиваю. Вот это называется бесплатно. К примеру, я знаю одного человека, который решил жить в деревне. Очень богатый, как всех смогут. Миллиардные, мультимиллиарды. И он для всех жителей той деревни обеспечил бесплатное здравоохранение за свой счет. Это частная система? Частная. Бесплатная? Бесплатная. Результат. В соседней больница подряд. подряд тоже дал деньги для того, чтобы они там знаете, подряд для того, чтобы они там лечили больных из этой деревни. Все дневные задержки больницы девяносто девяносто Пожалуйста. У нас в Беларуси самый яркий пример остатков советской системы бесплатной медицины. Я хотела задать вопрос сколько возможно получение качественного образования человека из далекой провинции. Я бы это делили по поводу дорогих и дешевых услуг я бы поделила не так. Есть редкие услуги, которые находятся в нескольких понятиях. Ради того, что существует очередь официальная, когда человек куда-то направляет, еще существует и неофициальная. И возможность у человека из провинции и с малым достатком получить хорошую вот эту услугу она гораздо меньше, чем у того, что показывал, который пройдет по неофициальной области. Вы с этим не согласны, да? Первый ряд с этим не согласен? Я тут еще согласен. Первый ряд согласен с этим? У меня чуть-чуть... Нет, с девушкой вы согласны или нет? Не совсем. Не совсем согласен. Вы? Можно я пробую нарисовать? Согласен, согласен. Моя лекция, я спрашиваю. важная цена с каждым. Согласны? Нет. Не согласны, девушка? Объясните, почему? Ну, можно я попробую вот мысли нарисовать? Просто у меня такое ощущение, что мы про разные сегодня поговорим. Нет, я так говорю, да, вы тоже. Ну да, а вот все остальные... это... Это я вам не прошу, но не ваш не... Да. Я говорю, не вы, бесплатное здравоохранение. Это означает, что вы не платите за те услуги, которые получаете, и, соответственно, вам безразличный объем этих услуг, которые вы получаете. И так, значит, шкала 1, это количество исследовательных дорогих знаков, то есть, редкость услуги или человека и дорогих знаков. Можно поставить человеческий объект. Шкала 2, вот это массовость, то есть, количество. Получается, что количество медицинских услуг начинает с определенной стоимости, вот самый низкий уровень медицинского обслуживания, вот тот самый массовый, где там нужно ногу вправить, йода, по-моему. Нет, но эта клевая не имеет такой уровень. Она не имеет такой уровень. Это бибербол. Я сейчас закончу, потому что, цифра, как иди. Есть очень редкая медицинская услуга, которая там, в Москве или вообще еще в грабежон, которая очень редкая, в смысле, она очень дорогая. Это треугольник, что такое? Количество услуг, то есть, зависимость. Да, да. Ну, она не имеет такой уровень. Сейчас, сейчас. Я мыслью, такое, что может, она не правит, я не знаю. Это социальная пирамидка. И вот здесь у нас люди с большим достатком, здесь, соответственно, люди с очень низким достатком. Вот это тот самый, самый низкий достаток, который не в состоянии оплатить в случае платной медицины даже минимальный уровень. В случае бесплатной медицины вот эти получают минимальный уровень доступ, в случае платной они этого доступа не получают. Вот эти соответственно получают. Ну, то есть, вот так. Как они получают доступ? Он приходит в больницу и им обязаны оказывать медицинскую помощь. Он приходит с ломной ногой, его оформляют, ему обязаны создать медицинскую помощь. Но дешевую. Очень низко качество но бесплатно. Дешевую по себестоимости то есть низкую по качеству. А если дешевле? Дешевле себестоимости? Ну. Дешевле себестоимости Это, извините, во всей Москве-то. Там большинство дешевле себестоимости. Ну, возможно, что даже дешевле себестоимости. Ну, то есть, иными словами, с моей точки зрения, в случае бесплатной медицины будут выигрывать вот эту категорию населения, которая в случае бесплатной медицины сюда вы доступ не получили. А вы исходите с того, что можно еще я не подъясняю? Да. Зачем для себя 8 координат не понятны? Потому что у нас в отношении не имеют к вашему рассказу. Потому что если вы сотрудничество сделает лучше для себя. Это не очень причем. Вот. Но значит возник к одному из ваших пирамид не имеет отношения. Количество. Нет, не имеет отношения. Там другая клевая. То, что вы сказали, я понял. То есть, вопрос. Вы исходите из того, что в здравоохранении предложение превышает спрос. Правильно? Нет. А тогда как? Как может получиться, как вы рассказали? Кто понял мой вопрос? Ну, еще не больше. Про предложение спрос? А нет. Значит, здравоохранение может врасплох или существовать такой схемы, кроме как когда предложение услуг превышает, сильно превышает спрос. Наверное, нет. То есть, для того, чтобы это существовало, у вас предложение должно сильно превышать спрос. А почему предложение у вас превышает спрос? Потому, что иначе, когда вы пришли в больницу, там кто-то другого не должен хотеть получить такую же услугу. Дешевую. Так там сидит огромная очередь. А, подождите. Тогда вы тем самым полностью разрушили вот всю вот весь ваш ряд. если там сидит очередь, допустим, из ста человек, ну, тогда я дам вопрос такой на засыпку. Скажите, есть больница, в которой сидит в очереди ста человек, которые у всех поломат и ноги все хотят их там, чтобы просто гипсон срослись, срастили. Вопрос. А, кто будет в конце очереди, в том начале? Из этих ста больных, из больных бедных людей. Они же не одинаково бедные. То будет в конце в том начале. Если взять реальную практику, то когда я сломал ногу, меня отвезли в ближайшую больницу, которая оказывает помощь в силу того, можно масок медицин бесплатный. Там мне помощь оказали, кое-как все вправили и так далее. Но там была очередь? Очереди. Вот в тот момент очереди нет. А если где-то? Дальше я ходил на эти институры достаточно долго с большим количеством очередей сделать очередя. Поскольку у меня есть достаточное количество денег, чтобы оплатить консультацию хорошего специалиста, я параллельно оплатил консультацию хорошего специалиста, он меня смотрел нормально, оказалось, что в принципе та помощь, которую мне оказали в общем порядке, она в принципе нормальная. Достаточно. Я разорваю. О! Ну, то есть иные слова. Нет, вы мой вопрос поняли? Иные слова. Нет, вы мой вопрос поняли? Вопрос поняли? Про спрос предложение не очень. Нет, про спрос козернатолий. Хотя есть больница, она может обрабатывать одного человека в день. 100 человек в очереди. Все бедные. Вопрос как эта очередь на самом на самом деле? Повторяю, все на самом деле. Все вопросы про на самом деле. Как эта очередь будет двигаться? Скорее всего, согласно каким-то подаркам, взятым, так далее. Так, соответственно, надо говорить. Кто будет начальной очереди, кто в конце? Те, кто сможет эти подарки или там личные контакты свои есть, кто будет начальник? То есть это означает, что есть ста бедных, которые стоят в очереди на одинаковую слугу. Те, которые более бедные, они будут концертные, которые менее бедные, они будут начальник. Правильно? Да. Вы согласны с этим? Я согласна. с такой постановкой согласен. Подождите, а какая еще постановка? А есть реальный случай. Какой реальный случай? Подождите, реальный случай, я иду, встречаю бандита, который всех грабит, а в нем говорят здрасте. Допустим, ну и что? Вы что хотите делать, а вообще не на этом случае? Я спрашиваю, как на самом деле человек зашел в бандит, сюда там не было очереди? А почему все бандиты стоят в очереди? Какие ситуации? Давайте подождите, нужно мыслить, можно? Главное мыслить, мыслить, а не рассказывайте неудобно. О том, что у меня однажды шел, упал, а шелся бипс. Безплатно, и ничего страшного. Нет, это не было. Вас прошло. То есть мы согласны с тем, что если бедные стоят в очереди, даже в этой очереди происходит дискриминация самых бедных. Да? Да? Да. Это зависит от самого начала. Если он честнейший, если Альберт Швейцер, хоть этого не происходит, но мы говорим, как на самом деле. На самом деле как? Понимаете? Вот это удивительно. То есть вы говорите, если никто в никаком государстве никогда не берет взяток, если все врачи, как Альберт Швейцер, поглялись лечить больных и доставлять им свои услуги бесплатно, и наилучшим образом и никогда не вредить, им им клятвам и богатым не везти на стене, и никто не дает взяток, и никто не берет взяток, и никто не дает подарки, никто не звонит своим знакомым и так далее, тогда, ну, это принять случай, зачем он должен интересоваться? На самом деле не вредить. Это зачем он должен интересоваться? отсиживать очередь, отсиживают очередь, идут к врачу, и потом уходят в саду. Хорошо. Я у нас тоже из студии в качестве ориеннока. У меня знакомая одна, она жила долгое время в Великобритании, и потом уехала. А потом, когда забеременела, она решила вернуться на то, что хотела родить в больнице, но у нее что-то с почками. Я решила, что она как бы на втором месте беременности она почки вылечит в Англии же, чтобы когда мы говорим родом, чтобы не было проблем. И он записали очередь. Очередь, это реально, мы дома не будем в России. Очередь, на лечении почек. Ее срок подходил через 9 месяцев. Она была на втором месте, через месяц после рода. Понимаете? Очередь. Это такое свойство, да? Да, в Англии очередь, будем считать, двигается правильно, взятого не берут. Я с вас спрашиваю, бесплатная система здравоохранения, на самом деле, на кого более выгодно. Бесплатная система здравоохранения вы не приведете данных, доказывая, что это более выгодно бедным. Вы говорите, что есть ли врачи хорошие, есть ли там инвентарь. Потому что то, что вы нарисовали, да, мне нравится то, что вы нарисовали. Но это же, на самом деле, не четко разделенные три сегмента. В сегменте, когда условно говоря, если у вас сегмент бедные, 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 больные и дешевые и как низкокачественные услуги. В этом случае, так как вы рассказали, получается, что даже в этом сегменте у вас будет дискриминация. У вас менее низкокачественные услуги получат раньше других, что означает, в том числе, более, менее бедные, а более плохие услуги получат, более бедные, потому что позже. Ну так, если здесь так, то наверху, почему не так? Ну, вы что, реально полагаете, что значит, человека, который разлучился, если там, инфаркт, его срочно до истребителей доставят в Москву? Вы же, реально полагаете, что человек, который просто хотя бы потому, что у него нет доступа к инфаркту? Более того, эта система, эта проблема существует даже в разных некоммерциализованных странах. К примеру, известно, что в Америке жены врачей получают более качественное лечение за меньшие деньги. Не потому, что они там звонят типа Джон, там моя жена, ты там, типа там. Нет, потому что они обладают более качественной информацией, что с ними. Они могут врачу говорить более правильно, они могут ему объяснять, что не надо делать, что надо делать, то есть спорю с помощью, люди получают гораздо более правильно. Даже в тех случаях, вот эта кислота лечения зубов, то есть, жены акулистов лучше лечат, чем зубы, чем зубы, чем зубы, чем зубы, там, финансистов, допустим. поэтому это проблема всех, как построена система здравоохранения. Тем более, когда это уже бесплатно, то тем более. Следующее. Самый простой вариант, когда врачи, ну, я довольно не был на спину, например, когда я был там, можно было сделать компьютерную товарограджу за 50 долларов. Дал врачу 50 долларов. Наверное, сейчас это тоже возможно. Может быть, там не везде или не массово, значит, сеанс компьютерной тоннографии не может стоить дешевле 150 долларов. Да? Что такое 50 долларов? Это означает, что вы, на самом деле, то есть врач берет это себе, не платит ни за электричество, ни за амортизацию, ни за ненакладных расходов, то есть разорвение больницы. Следующее. Если у вас нет каков, как вы можете контролировать расходы на здравоохранение. Бесплатное, платное, но оплачиваемое государство, как это так? На самом деле, никаких схем нет. К примеру, во многих европейских странах есть специальное агентство. Функция этих агентств помогает бюджету не расходовать много денег. Каким образом, они должны предотвращать внедрение новых технологий. просто в Голландии есть такой агентство к примеру. Функция агентства не допускает внедрение новых технологий медицинской практики. Потому что новые технологии дороже. А если дороже, тогда государство должно платить больше денег. Поэтому государство придумало такой механизм извращенный. Вы не платите, вы создаете агентство, которое дает разрешение на использование новой техники. Если оно не должно разрешение, тогда нет новых технологий, нет новых расходов. И идет все лоббирование. То есть врачи лоббируют что-то технику использовали, это агентство идет это дело после тормозит. Значит, если нету контроля, если даже в случае страховой медицины, даже в случае страховой медицины, например, как в Америке, вы застрахованы. Оказалось, что если вы застрахованы, частая страховая медицина, идете в частную больницу, очень большая вероятность того, что вы используете гораздо больший объем услуг, чем вам нужно. Почему? Потому что врач, он в данном случае служащий. Его мотивация не построена самым идеальным образом. и более того, ваше страхование является результатом того, что вы забыли на страховании выучили из налогов. Поэтому вы купили гораздо более дорогое страхование, чем вам на самом деле нужно. Это тоже называют голодным преступлением. В результате единственный способ с этим бороться, который придумало человечество, следующее, что даже если вы застраховались, вы должны платить часть за медицинскую сходу из своего кармана. То есть вы заплатили один раз, когда застраховались, и он говорит, вы будете заплатить 90% всех ваших медицинских расходов. 10% вы должны платить сами. Почему? Почему не 100%? Потому что 100% в этом случае вы можете вот так инфлировать ваши затраты, то есть наши затраты на страховой кармане. а если вы хотя 10% будете платить, вы будете еще думать, заплатить лишний пенсион долларов или нет за лечение, которое стоит 5000. Следующая, вот заметно, технология, высказали, высокий барьер ухода. Весокий барьер ухода это большие сложности регулирования, долгое время обучения, высокая чертеповая больница и налоговый существо, частично, на котором я говорю, который вызывает огромные искажения. Вот примерно я нарисовал 5 сенаторов, уже слава Богу нету, про разную систему здравоохранения. Америка система здравоохранения основана на частных больницах или гооперативных больницах часто, или на университетских клиниках, которые по сути не являются государственными или даже не называются государственными, а то сегодня штат создал университет, университет создал клинику, но реальный штат клиника не управляет. И на страхование в частных страховых компаниях или на предоставление корпораций страховых покрытий своим сотрудникам. В Швейцарии, она ближе к Америке, чем в другие европейские страны, там критики, как правило, не государственные, хотя и государственные, как правило, они частные либо кантональные, либо кантоны имеют там какую-то долю или университетские. В Англии много клиентов государственных, посредник между человеком, вот этим третьим лицом, в этом треугольнике является государственная организация, там тросты, их там 150 чем-то штук, хотя есть важное, есть частное страхование. Ну, это Канада, в Канаде все государственное, страхование государственное, но там, по крайней мере, там, то есть там цена существует, но вы ее не платите. Ну и, наконец, Советский Союз, система СИМАШКО, в котором все было бесплатно, в результате вся эта система не работала. Я лично могу красиво рассказать, как-то, я лично там неправильно много раз. Значит, основной оборок, который происходит против частной страховой системы здравоохранения, это, примерно, Соединенных Штатов. Штатов. То есть, Соединенные Штаты имеют самую высокую, самую хорошую систему здравоохранения, реально. Соединенные Штаты тратят не государство, но в целом нация тратит до 16% ВВП на здравоохранение, тогда другие страны платят половину этого. Ну, развивающиеся страны платят еще меньше, как где-то 4, 5, 6% ВВП. Вот. И, но мне совсем неизвестно, почему в Соединенных Штатах эти расходы больше. Потому что в Соединенных Штатах очень большие налоговые работы. То есть, то, что я заплатил за страховку, вычитается из моего налога. Поэтому я лучше куплю очень дорогую страховку и не заплатив налогов, там, ну, до того максимум, как не позволяет государство, чем куплю дешевую страховку. То есть, я заинтересован покупать дорогие страховки. Я заинтересован в том, чтобы когда у меня заболит зуб, чтобы меня там, там лечили, касается, чем как можно и так далее. И в Америке самая большая затрата в мире на исследование и разработку, в области, обоснования, в области, лекарства, технологии, способ лечения. И, в принципе, весь мир, он живет за счет этих разработок, при этом частично легально. То есть, когда проехали срок оттенка, потому что лекарства, а частично нелегально. Пиратским образом производят эти же лекарства. Понятно, что то дешевле. Вот. То же самое предложение этого, что вот эти новые технологии, которые, с вами, значит, очень большие инвестиции в АРВД, они потом активно используются, это я рассказывал. Первый пример, он плохой, второй, третий, он хорош, потому что лучше иметь новые технологии лечения от болезней, чем там обирать старые технологии. И последняя тоже очень плохая вещь, это очень высокая длина входа. Ни в какой стране мира, чтобы стать врачом, не надо столько лет учиться, сдавать много экзаменов. И вместе с тем, конечно, врачи получают самую большую закладку. То есть, в перечне, в 20 самых высокоплачивых профессий Америки, 10 профессий, это врачебная профессия. Классические хирурги, нейрохирурги и так далее. То есть, потом, вы можете спросить, почему не разрывается, например, в той же России активно частное здравоохранение? Да? Есть частные больницы, есть даже сети, но они не разрываются активно. Почему? Потому что очень важно для этого, чтобы неправильные сигналы государства. Государство хочет этим заниматься или не хочет. Если я человек, который хочет создать частную клинику, я сто раз подумал, потому что, может быть, завтра государство построит 10 раз лучшую клинику, и там сделают все бесплатно. Бесплатно, еще раз повторяю, это имеет целый ряд своих отрицательных последствий, о которых вы будете думать во время рабочей сессии, которая будет через 15 минут. Но я буду разорен за это время. Это вот то, что я хотел сказать про здравоохранение. И основные вопросы, я хочу, чтобы вы решили сами и решили их во время рабочей сессии и после вторых дискуссий. Сейчас перейдем к быстрому образованию, где еще меньше я расскажу вам, еще больше, чтобы обойдем с парадом. Вы сами, значит, высшее образование, да? Высшее образование дается в университетах, в институтах, которые используются то же самое. Это очень старая бизнес-модель. Возвел их это 800 или 900 лет назад. В начале существовали две модели. В одном случае студенты нанимали профессоров, в другую модель профессора создавали ассоциацию и брались обучать студентов. Ну, Баланинские университеты и Барижские, если не ошибаюсь, они были созданы как ассоциации студентов. Но этот бизнес Монтана не выдерживал конкуренции. Я не знаю почему. Сегодняшние университеты, все, хаортические, не важно, зависит от того, что там написано на бумаге, являются ассоциацией профессоров. Профессора рулят. Для этого университета. Значит, как выглядит этот бизнес? Это очень сильно индивидуированный бизнес, принципиально индивидуированный бизнес, да? Мы потом посмотрим, что они делают в этом вопросе в материальной интеграции. Значит, очень высокое степени регулирования, да? Значит, сам продукт, то есть студент, ну, если точнее, услуга, которую мы называем студенты, это услуга представляет в течение многих лет, да? Для бакалавряда 4 года, для ракостатуры 2 года, а потом по Англии 3 года и по центре части. Вот, и это, как правило, бесприбыльный, бесприбыльный бизнес. Вот так он построен. Понятно, причем бесприбыльный, нескольный, он был бы научен ассоциаций, скажу, с собой, они хотят все деятельности, получите зарплату. Да. Какие бизнесы? Гломератива, то есть, вентиляционный, гломератива, это селекция, то есть, кого берем учить, кого берем учить, кого отбираем. Это разная учеба, то есть, предоставление услуг в разных дисциплинах. Буду учить тебе математик, буду учить там латыни, буду учить тебя экономики. Это валидация или экзамены, проверка соответствующих каким-то критериям. Это проведение исследований. Это финансирование, потому что современные университеты они во многом сами доставляют финансирование студентов, которые у них учатся. Вот, и это горизонтальный перенос, то есть, одна из детей, заключается в том, что у вас есть университет, где учатся математики, физики, экономисты, филологы. То профессора общают друг с другом, то есть, студенты общают друг с другом, и они, когда центрально переносат какие-то идеи. Вот. Что вообще в мире происходит со старым бизнесом, то есть, с которым там 100 лет, в принципе, бизнес-модель будет есть, там, 500 лет, например, вот, в Москве там в Орле, ну, не знаю, только 600 лет, наверное, да? Ну, нет, ну, это там совсем, ну, такой вот. Возьмите, там, Флоренция, Венуэ, там, Венуэ, 700 лет. Да, как он добрый взрослый процесс, это там. Человек хотел торговать там отыганскими странами или там соседними какими-то странами, в Венуэ, он, как правило, строил сам корабль, сам становился капитаном, нанимал матросов, сам увозил этим кораблем, сам ходил на этом корабле в левицию, там сам покупал товары за свой счет, куда-то отразил, сам продавал, да? Ну, прошло, конечно, всего лишь 600-700 лет, этот бизнес из такого вида не существует. То есть я не знаю, как бы, как бы, реальность компании, которая занимает всем этим. То есть есть люди, которые строят корабли, есть люди, которые владеют кораблями, есть люди, которые эти корабли водят в другие компании. Вы можете иметь корабль, но никогда его не водите, вы просто знаете, как будто его водка в воде. Есть люди, которые занимаются, как бы, вот их стыковкой, то есть фрактовый брокер, есть владельцы грузов, которые не мало отношений, они не имеют корабля, он и распался. Более молодой бизнес – добыча нефти. Как нормальнее, в Америке, которая уже 100 лет назад, эти компании сами оборудовали, сами бурили, сами добывали, сами распортировали, очень часто даже сами изготавливали цистерны, сами перерабатывали, сами продавали. То есть все эти бизнесы, и дом бизнес, и дом бизнес, они вот так вот перетекали, да, сейчас отсекалировались. То есть это разные бизнесы. Что произойдет с высшим образованием? А что в Америке произойдет, мы должны готовиться. Предполагается, я предполагаю, что произойдет частичная, ну, а процент – это уже полная, может быть, перерабатывательная сепарация, то есть разные компоненты бизнеса, высшего образования. Ну, и надеюсь, что вы тоже посчитаете, то это бизнес, да. Люди за это получают деньги, то есть это бизнес. Все, за что люди получают деньги – это бизнес. И там другой, например, это реально отдельное. То есть произойдет рецепарация, произойдет специализация. Вот. Процесс, произойдет разделение, например, учебы, для передачи знаний и исследований. Процесс в целом такой, пусть они где-то начатки процесса есть. Например, есть группа Аполла. Аполла – это крупнейший в мире частный предоставитель образовательных услуг. Это большая компания, ее рыночная капитализация – 9 миллиардов долларов. Торгутся на Нью-Йоркской фондовой бирже. Она владеет одним большим фор-профит университетом в Фениксе Аризоне. В основном там учатся люди, которые хотят переучиться. То есть они там от 28 и больше лет, которые хотят получить новую профессию, такую динтанную, как правило. А также у нее очень большая сеть онлайн образования. Или, например, Гарвардс университет. Гарвардс университет решил, что нельзя заставить профессору, который хотя бы ввести исследование, обязательно заниматься преподаванием, или наоборот. Это считалось таким святой дорогой в образовании. Они сказали, что если ты хочешь ввести исследование, это сильное учетом, то ты можешь выкупить себе право откупа. Субтитры создавал DimaTorzok